всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня у меня в работе вот такие ручки это новая клиентка пришла ко мне по рекомендации здесь коротенькие ноготочки везде на торцах есть сколы отслойки и вот такая непонятная ситуация я все-таки надеюсь что это отслойка включаю вытяжку и приступаю к старому материалу нужно убрать абсолютно все отслойки на свободном крае ну и конечно же нужно убрать старый материал у меня новые клиенты случаются часто поэтому всегда волнуюсь при встрече с новенькими но и они всегда волнуются при встрече с новым мастером поэтому нужно расслабиться и свободно работать в общем не идти на поводу своих вот этих вот волнительных чувств ни к чему хорошему это не приведет но это я говорю за себя возможно не каждый мастер волнуется при встрече с новым клиентом я очень волнуюсь у меня сразу дрожат ручки но проходит буквально не знаю 10-20 минут парочка таких вот незначительных вопросов от меня клиентки от клиентки ко мне и все становится более менее комфортно повторюсь на всех ногтях отслойки со свободного края я не знаю с чем это связано по ощущениям был твердый материал был гель потому что снимается мелкой пылью но почему же дали такие отслойки на торцах остается только догадываться как избавиться от таких от слоек но во-первых целесообразнее было бы сделать технику бортик немножечко поднялся бы свободный край и возможно было бы изнутри выпилить натуральный ноготь тогда таких отсылок возможно не было бы ну или да нарастить с помощью полигеля не немножко буквально там пол миллиметра к свободный край клиентка мне сказала что не любит длину не любит длинные ногти поэтому чуть-чуть да нарастить чтобы на свободном крае не было натурального ногтя мизинец тут вообще какой-то корявенький в как выпилить одинаковую форму на всех ногтях я понятия не имею поэтому тихонечко подвожу клиентку к тому что немножко донарастим с помощью полигеля выровняем везде форму чтобы ногти смотрелись аккуратными потому что если копили в опилом выравнивать форму но это невозможно на некоторых ногтях с одной стороны допустим не хватает больше части чем с другой а ногти везде в ноль то есть опилить там ничего не получится но неприятный сюрприз ждал на ногтях больших пальцев здесь от слойки причем от слойка ногтя от ногтевого ложа они холизис как это называется среди мастеров поэтому все нужно обязательно зачистить здесь и клиентку предупреждаю что нужно все это срезать срезали и раньше на говорит нет просто вот мои ногти отрастали над этой пустотой и сверху покрывали гелем и цветом я говорю что нужно обязательно все зачистить потому что смотрите вот темненькая видите под этой пустотой это как раз таки грязь которую не удается оттуда убрать за счет того что ноготь отрастает если бы небольшая была длина небольшая вот это вот пустота была бы клиенткой подлазит туда и зубочистками апельсиновыми палочками в общем-то вычищают грязь а так как здесь достаточно большой карман то под листью вычистить невозможно а эта грязь мешает прирастанию натурального ногтя к ногтевому ложе на втором ногте конечно же это не отслойка оказалось а точно такая же пустота только гораздо больше здесь я прям вижу что большую половину ногтя нужно будет убирать и скорее всего подвожу клиентку к тому что наращивать мы здесь не будем закрывать не будем вот эту пустоту потому что на втором ногте там чуть-чуть буквально это я могу закрыть но когда такая большая поражена площадь во первых покрытие держаться не будет во во вторых это опасно для того ноготочка который остался приросшим к ногтевому ложе то есть возможно что под воздействием материала эта часть тоже начнет отрываться поэтому нужно все хорошенько здесь зачистить видите сколько здесь скопилось мусора то есть клиентка не имела возможности вычищать весь этот мусор под ногтем эти вот все кожи птеригии сухие какие-то частички все это здесь скапливалось и не давало прирастать натуральному ногтю это все я объясняю клиентки и говорю что я не рекомендую здесь именно на этом ногте сделать покрытие смотрите вот сколько грязи это все я показываю клиентки потому что в ее глазах я вижу нежелание не покрывать ноготь она хочет покрыть впереди выпускной поэтому что вообще никак вообще никак я и показывают этот мусор и говорю ну вот смотрите это будет опять же таки то же самое через некоторое время в общем тот ноготь она согласилась не наращивать а все остальные мы сделаем более-менее одинаковыми и красивыми насколько это у меня получится судите сами но сначала нужно пилочкой пройтись потому по той части ногтя где отрос он и убрать глянец и обязательно выполнить маникюр на форварде прочищаю с левой стороны на реверсе прочистила уже с правой стороны камеры это не засняла и теперь фрезой шар убираю кутикулу счищаю ее и этой же фрезой шар я зачищаю вот эти вот участки ногтя которые остались и которые не удалось срезать кусачками именно фрезой шар я это делаю я не работаю фрезой пламя хотя раньше я подчищала фрезой пламя потом дочищала фрезой шариком не знаю считаю глупым и ненужным работать фрезой пламя шарик отлично справляется с вот задачи которую здесь поставлена то есть это убрать полностью ноготь который нависает который имеет свободный край пусть он там миллиметрический но все равно его нужно убрать чтобы ничего там не скапливалось никакой мусор туда не забивался ну и зачистить весь мусор оставшийся убираем пыль ну и вот такой ноготочек у нас один и вот такой другой смотрите тут совсем мало осталось ногтя конечно же не мы тут длину не будем бешеную наращивать но все равно пусть этот ноготочек походит поживет хотя бы еще отрастет миллиметра три тогда можно будет делать наращивание далее наношу грунтовочный слой каучуковой базы на все ногти здесь я закрываю пустоту специальным гелем это гипоаллергенный какой-то там противогрибковый куча куча всего гель который специально разработан для того чтобы работать с онихолисом чтобы закрывать все вот эти вот пустоты и под этим гелем у меня достаточно много пустот срастала далее я наношу на свободный край немножечко полигеля я взяла белый полигель и теперь я на весу выравниваю этот полигель разравниваю по ногтевой пластине ну и немного совсем чуть-чуть достраиваю свободный край чтобы повторюсь его выровнять чтобы везде можно было сделать одинаковую форму а не выпиливать прям уже по мясу ноготочек опять включаю вытяжку и теперь нужен опил убираю липкий слой пилочкой делаю овалы и обязательно пилкой прохожу по поверхности выравниваю ее все равно вот как ни крути полигель дает небольшой объем который хотелось бы пилочкой сравнять потому что еще будет укрепление гелем и чтобы ногти смотрелись не объемными не плюшками такими то полигеля часть желательно бы убрать ну и конечно же выравниваю форму опиливаю сверху и выравниваю делаю овальчики далее клиентка выбрала красивущий гель нежно-нюдового оттенка золотой поталью этим гелем я выстраиваю поверхность ногтя выравниваю и укрепляю подвожу тоненькой кисточкой к кутикуле и к бокам все хорошенько везде выравниваю но и все гель стараюсь выложить без опила потому что уже не хочется тратить время на повторные опилы перекрывая ногти топом тут уже клиентка бешено спешила пора 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 поэтому быстренько быстренько снимаем результат вот такие красивые ноготочки получились маленькие кстати она очень оценила вот этот вот baby boomer она не знала как это называется и сказала французский маникюр вот так вот выглядит нарощенный ноготок